Продолжаются выездные встречи главы Славянского района с жителями сельских поселений. Они дают возможности для общения на актуальные для селян темы и поиска решений имеющихся проблем. В 1979 году Голубая Нива был основан как поселок Ресоводов. Население здесь сравнительно небольшое и свыше половины трудоспособные граждане. Поселок благоустроенный и поддержание его в хорошем состоянии требует постоянного, пристального внимания местных властей, что они и делают в меру своих сил и возможностей. Глава Славянского района Роман Синеговский приветствовал собравшихся жителей и рассказал им о том, что сделано, делается и намечено для исполнения в плане благоустройства в сельском поселении. В 2021 году в целом 747 тысяч рублей было выделено Голубой Ниве на решение вопросов лично-коммунального хозяйства. В школе 10, вы помните, сделано специальное покрытие спортивное по просьбе жизни. Отремонтировали ограждения школы. В план 2023 года мы включили ремонт пищеблока в нашей школе здесь. В 2024 году планируется создание образовательного центра «Точка роста». Это тоже по нацпроекту образования. Мы сегодня по школам открываем точки роста гуманитарного, технического профиля. Так что это у нас, скажем так, по планам мы планируем это все внедрить. Значит, по программе инициативного бюджетирования благоустроен поселковый стадион, устанавливаем спортплощадку с тренажерами. Затем общение продолжилось в формате вопрос-ответ. О ремонте многоквартирных домов глава района сказал, что он осуществляется по утвержденному плану программы по капитальному ремонту и зависит также от активности жильцов, которые могут собрать необходимые средства на эти цели. Жительница Голубой Нивы поинтересовалась, будет ли построен сквер для отдыха. Комфортная городская среда, да, и вот проекты сейчас подготовим, мы сделаем здесь со временем тоже хороший скверик, хорошую территорию для молодежи. Волнуют селян следующие вопросы. Качество электроснабжения, потопление подвала многоквартирного дома, очистка заросших водоотводящих каналов. Прозвучал также вопрос и о том, что рисовая шелуха с рисового завода, что разносится ветром по поселку, создает реальные неудобства для жителей. Все вопросы были взяты на контроль для изучения и поиска возможностей для дальнейшего решения.